Трудные места Но понятно, что Павел здесь говорит в переносном смысле, то есть не будем спать, что вообще никогда не будем спать, это невозможно. Человек просто физически не способен обойтись без сна. Но еще он призывает к трезвению, тоже можно понять буквально, то есть полному отказу от алкоголя есть христиане, которые так понимают, в большинстве случаев понимаются все-таки, учитывая, что он там писал в некоторых случаях, немного употребляя вина ради здоровья, да, и что, в конце концов, Тайная вечера, она с вином, которая становится кровью Господней, а не с чем-то безалкогольным. Так вот, учитывая все это, по-видимому, и трезвение, имеется в виду не полное воздержание от алкогольных напитков, а от резвого образа жизни, да, который предполагает умеренность. Но я сейчас не прав... Это довольно простые вещи. Вы все сыны света и сыны дня, они сыны ни ночи, ни тьмы. Кто такие сыны света? Как это понимать? Ну, на простом уровне очень легко понять, потому что в еврейской традиции сын чего-то, дочь чего-то — это то или тот, кто принадлежит к чему-то, да. Например, сказать на древнееврейском языке «мне столько-то лет» и будет «я сын стольких-то». Имеется в виду «сын стольких-то лет». Или там зеница — это дочь глаза, да. То есть вот как бы самое важное, что есть для глаза, это вот зеница, то есть зрачок, как мы его скажем на современном русском языке. Что же значит «мы сыны света и сыны дня»? Мы принадлежим свету и дню. Интересно. А все остальные сыны тьмы и сыны ночи? Вообще-то здесь неожиданно появляется терминология, которая, может быть, нам интуитивно понятна, но потом появилась очень интересная параллель. Кумранские рукописи, рукописи Мертвого моря, которые были найдены в середине XX века в окрестностях Мертвого моря на Святой Земле. И там такая вот библиотека общины. Община не христианская, община, которая живет своими какими-то идеями, представлениями. И ключевое представление этой общины — мы сыны света, а все остальные вокруг нас сыны тьмы. Вы понимаете, какое это сектантское настроение, да? Мы сыны света, поэтому мы всегда правы. Они сыны тьмы, поэтому нам их не жалко, они получают по заслугам. Мы в общем не должны никак ограничивать себя в наших отношениях с ними. Все, что мы сделаем, это будет победой света над тьмой. Выйдите в интернет. Там столько сынов света, которые воюют с сынами тьмы, да? Иногда каждый из нас себя ощущает в этой роли. Роль не очень красивая, правда? И в общем хочется одернуть. Павел пишет, вы все сыны света и сыны дня. Не получается ли, что он дает им такую, знаете ли, вседозволенность, индульгенцию на любые абсолютно поступки? Как в романе про трех мушкетеров, там нужно было получить письмо от кардинала, податель всего действует в интересах Франции, да? Он сын света или дочь света, и все. И можно грабить, убивать, пожалуйста, вообще никаких не будет наказаний, вопросов даже не возникнет. Все в интересах света. Очень не похоже, что Павел это имеет в виду. Хотя я честно скажу, что иногда христиане так себя и воспринимают. Вот ради победы нашего правого дела, какое бы дело ни было на самом деле правое, оно все-таки становится очень даже неправым, как только во имя его начинают действовать по принципу нам все дозволено, потому что мы хорошие, потому что мы на стороне добра. Но смотрите, ведь здесь же в контексте все это сказано. Это не просто, он так пришел к Фессалоникийцам Павел и говорит, вы сыны света, а эти все сыны тьмы и иных. Он начинает говорить о временах и строках. Очевидно, Фессалоникийцы в предыдущей главе, он довольно подробно говорит о втором пришествии, да? А Фессалоникийцы спрашивали, ну и когда же? Мы уже устали ждать. Когда же, когда же, когда же? Давно бы уже пора Господу прийти и всех нас как-то взять к себе, потому что здесь нам очень неуютно. И он нам говорит, вы достоверно знаете, что день Господень придет как тать ночью, вор, то бишь. Ибо когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющую во чреве и не избегнут. Это он пишет о сынах тьмы. Но вы не во тьме, чтобы день застал вас как тать, вы сыны света. То есть смотрите. А помните, когда описан исход и казнь египетский был, описан он так, что вот тьма, которая наступила на земле египетской, она касалась только египтян. Очень трудно себе это представить, чтобы шли по улице два человека, у одного был ясный день, а у второго кромешная ночь. Ну, я не могу себе такое представить вот на уровне каком-то физическом. Там надо объяснять это через чудо, через потерю зрения, через что-то еще. Иногда понимаю так, что вот область, в которой жили евреи, она оставалась на святу, а египтяне, которые жили отдельно, вот там наступил мрак и тьма. Ну, неясно. Важно одно, что в одном и том же месте два разных человека, в зависимости от того, каковы их отношения с Богом, могут быть во свете или во тьме. И он говорит, вы сыны света, вы те, кто на святу. Когда придет день Господень, вы окажетесь на святу. А день Господень, как тать, на современном русском языке, вор, грабитель. Вообще тоже образ, ну, во-первых, яркий, во-вторых, смущающий. Разве то, что от Господа не есть благо, разве можно Господа сравнивать с разбойником, который ночью вламывается к тебе в дом, чтобы все у тебя украсть, да еще и тебя, возможно, избить, а то и убить, если будешь сопротивляться. Но это тот самый образ, который используется. Почему? Потому что для этих людей это будет так. Вот они строят свою жизнь на грехе, насилии, несправедливости. У них богатый дом. Потом вдруг врывается кто-то, их самих скручивает, связывает, тащит в тюрьму, и все, что у них собрано этим насилием, забирает. Для них это ужасное событие, да? Но вы сыны света. С вами тот же самый приход Дня Господнего обойдется совершенно иначе. Если только мы не будем спать. Понятно, что это в переносном смысле. Не то, что ночью лежать и пялиться в потолок, не ожидая, не придет ли Господь вот прямо через две минуты, а я все пропущу. Не пропустишь. Но не впадать вот в это состояние, спящее в переносном смысле, когда человек усыпляет свою совесть, когда он живет тьмой, когда ему эта тьма становится родным домом. И он не уточняет, как именно. Ну, вообще Павел не любит мелочиться. Он дает какие-то вот установки, да, как эти конкретные установки применять уже в своей жизни. Каждый, в общем-то, должен решать сам. Так вот, для сынов света есть ли здесь повод считать себя хорошими, а тех плохими? Ну, вообще-то есть, будем честны, если мы захотим так. Но Павел, мне кажется, этим выражением, таким еврейским по своей природе, хочет сказать, вы принадлежите к свету. И вы должны оставаться в этом свете. Вы должны приложить к этому усилия. Это не так просто дается. Это не билет в Царство Божие. Один раз купил, и все. Да и то бывает, что, знаете, самолеты отменяются, поезда перестают ходить. К сожалению, в нашем мире все чаще подобные вещи происходят. Но тем более в Царство Божие билет заранее при расписании не купишь. А пребывать в нем, в этом самом свете, здесь и сейчас, и означает оставаться сыном света. Потому что сын тоже, ведь, бывает блудным, да, сын тоже может быть по рождению из этого дома, но по своему поведению он уже давно от него отдалился. Поэтому он и говорит, будем бодрствовать и трезвиться. Но я прочитаю свой перевод. Я убрал это слово сын, чтобы... Нет, не убрал, простите, ошибся. Но сделал некоторое пояснение. А вы, братья, не бродите во тьме, чтобы этот день застал вас врасплох, как вор. Все вы сыны света и сыны дня. Мы непричастны ночи и тьме, так что не будем спать, как остальные, а будем бдительны и трезвы. Я сохранил все-таки сыны света и сыны дня, но уточнил, непричастны. «Ведь кто спит, те спят ночью, и кто пьянствует, те пьянствуют ночью. А мы принадлежим дню, давайте же будем трезвы и облачимся в доспехе веры и любви, а шлемом нам будет надежда на спасение. Ведь мы у Бога не для того, чтобы на нас пролился его гнев, но чтобы нам обрести спасение благодаря Господу нашему Иисусу Христу». Ну и вот так Павел приходит к своей основной теме — это спасение через Господа Иисуса Христа. А в этом смысле, да, можно считать себя сыном света, если для тебя это достаточно много значит, если это принцип твоей жизни. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.